Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Рыбная Господи, Отцы и Матери, братья и сестры, пасе Господи за ваши святые молитвы. Сегодня на Божественной Литургии мы с вами читали Евангелие от апостола-генгриста Матфея, в котором рассказывались об удивительных событиях, происшедших в бывшем городе Капернауме, сейчас этого города нету, останки, руины труднодоступные этого города, или место, где он находился. Оно находится около Галилейского моря, близ места, где впадает в это море священная река Иордан. На холме Тельхум несколько вот таких каких-то обломков там можно найти, свидетельствующих об этом городе, которое называется Село Благоденствие. Капернаум так переводится, Село Благоденствие. И сразу хочется несколько слов пробурчать про то, что мы все строим с вами земное благоденствие, забывая о Боге. И когда часто у нас есть выбор, а выбор у нас есть всегда, либо идти молиться, либо спасать свою душу, либо в храм на службу, либо заниматься устроением своего земного благоденствия, зарабатывать деньги, угождать начальствующим, решать какие-то там свои земные. Прямо мы выбираем часто второе, еще земное благоденствие. От него не стоится даже обломков. И этот город, в котором жил сам Господь, сам Христос, Сын Бого Живаго, он не принял Христа. Он, видимо, сказал, у нас нет времени, а посмотри, там кто-то на колесницах ездит, какие-то священники на дорогих, мы не будем за тобой ходить. Нам надо земное счастье искать, земное счастье. Даже камня на камне не осталось от этого села благоденствия, которое искало земное благоденствие. И вот в этом самом месте произошло удивительное событие, очень назидательное, которое мы сейчас должны впитать всем своим сердцем, всем разумом, понять, что произошло и какой очень назидательный вывод мы должны сделать. Открытие духовное из этого сегодняшнего евангельского события. Оно рассказывает нам, Евангелие сегодняшнее, о том, что ко Господу подошел римский сотник и сказал, что мой отрок, то есть слуга, некий юноша, люте страдает, болеет тяжело. И Господь ответил ему, я сейчас пойду и исцелю его, приду к тебе. Но сотник возразил самому Господу, он сказал, я не достоин, что ты войдешь в мой дом, но скажи хотя бы слово и сприкажи, и исцелеет отрок мой. Ибо я, хотя и человек, находящийся под властью, в подчинении сотник, сто солдат у него в подчинении, но и у меня есть слуги, и у меня есть подчиненные. И я говорю этому, иди, и он идет. И тому, говорю, делай, и он делает. Поэтому, ну, конечно же, Господь может более так сказать, иди, пусть исцелеет твой отрок. И Господь удивился этим словам сотника и сказал, даже в Израиле не обрел я такой веры. А Израиль во времена Иисуса Христа, когда он там стоял на этой святой земле, освящаясь своими предчистыми стопами, Израиль – это было единственное место во всей вселенной, во всем мире, где поклонялись истинному Богу. Все остальные народы были язычниками, заблужденными. А язычники – это бесослужители, потому что идолы языков, их боги, лже-боги язычников – это бесы. Об этом говорит нам апостол Павел. То есть весь мир служил бесом, забесовленный был, поклонялся бесам весь мир, кроме Израиля. Но в Израиле не нашел веры, как в этом римском сотнике, говорит Господь. И далее он говорит, что многие придут с востока, с севера, с запада и юга, и возлягут на лоне Авраама, Исаака и Аква. То есть в Царстве Небесном будут рядом со святыми, а сыновья царствия, то есть израильский народ, будет изгнан вон восьму кромешни. И далее Господь говорит этому сотнику, иди, и, як же веровал, ты, да будет тебе. И исцелел его отрок в тот же час, мгновенно, как Господь благословил его идти. Дал такое приказание, о котором попросил сотнику. И вот, братья и сестры, что же произошло? Как мы в православной церкви, мы в наших приходах, в нашей духовной жизни называем вот это событие? Когда один человек попросил Господа о каком-то больном, помолился за него, и этот больной выздоровел чудесным образом без лекарств. Как это называем мы? Мы называем это дар чудотворения. Когда кто-то может так помолиться за кого-то, чтобы человек исцелил мгновенно и без лекарств. Это дар чудотворения. Так вот, у этого сотника, может быть, единожды, может быть, много раз, но есть дар чудотворения. Он может походатайствовать, даже не о сыне, даже не о жене и не родителе, просто о своем слуге, о котором он переживает. Помолиться за него, и он мгновенно исцеляет. У нас есть такой дар, братья и сестры? Мы можем вот так вот, тут у нас коллега на работе заболел, а мы взяли, помолились Господу, и он раз и выздоровел мгновенно. Бывает такое? Бывает, да? Но не всегда. Или не бывает? Не мгновенно. А? Не мгновенно, да? Бывает, что надо долго молиться за него. И не самим, да? Не самим. А что мы делаем, когда у нас кто-то болеет? Знакомые, близкие, дети, родители. Что делаем? Мы же не только сами молимся, да? Мы понимаем, что молитв наших недостаточно. А приходим в церковь, батюшка, вот вам записочка, вот вам там 100 рублей сверху, помолитесь, пожалуйста, да? Так делаем. А когда не хватает и батюшкиных молитв, мы еще и в монастырь, куда там монахи молятся, батюшке некогда, он там занимается машинами, квартирами, детьми, с храмом, а в монастыре этим не занимаются, они там монахи. Вот туда в монастырь еще подам. Бывает такое, да? А если недостаточно, ну я поеду тогда к мощам Александра Свирского или Серафима Саровского и там еще попрошу. То есть нам надо целый процесс сделать. Нам, людям православным, имеющим православное крещение, которые исповедуются и причащаются регулярно, такого дара, как у этого римского сотника, у нас нет. Что вот мгновенно, дара чудотворения. А римский сотник это кто? Это язычник, который находится в вере, той самой вере, которая поклонится бесам. То есть бесослужитель, не православный вообще. Кто такой римский сотник? Римский сотник это оккупант, который находится на оккупированной земле, сдирает с него налоги и ненавидим от всех людей, потому что он оккупант, он инородец, он иноверец. И вдруг у него дар чудотворения. А почему такая разница, братья и сестры? Давайте задумаемся. Почему мы причащаемся, а он нет, а у него есть дар чудотворения. Почему мы исповедуемся, а он никогда не исповедовался, но у него есть дар чудотворения. Почему? А? Вера сильная. А как произошло, что у язычника, бесослужителя, вера сильная, а у православных вера слабая? Это как может быть такое? А? Мои хорошие, давайте мы с вами, чтобы иметь откровение от Бога, двигаться по лестнице духовного развития, надо внимательнейшим образом читать Евангелие, внимательно, причем каждый день его читать, причем на славянском языке, причем с толкованием святых отцов. Там просто формула написана этой молитвой, если можно так сказать. Формула молитвы. Как он помолился Господу, как он попросил? Он попросил так, как не просит никто из православных нас. Что мы не приобрели, то, что есть в этом сотнике, а скорее всего, просто потеряли по дороге. Вот наши духовные дороги, мы ходим в храм каждого воскресенья, ездим в паломничество, к святым, к мощам, на святую землю, благодатный огонь, гроб Господень, графа вор, везде ездим, молимся, постимся, но что-то мы по дороге потеряли, братья и сестры. То, что он не потерял, он никуда не ездил и нигде не молился. Но у него это осталось. И у нас это было, скорее всего. Вот в этой молитве его, вот эта формула, исповедание этой веры, по которой приходит помощь Божия, чудотворение, она есть. Еще раз, что он сказал? Господи, я не достоин. Вот и вся формула дара, чудотворение. Господи, я не достоин. Давнидишь под кровь мой. Но скажи только слово, и средь отрок мой. Как произошло первое исцеление, полное исцеление у Иоанна Кронштадтского, как он описывает в своем дневнике «Моя жизнь во Христе». Почитайте. Он, как и все, молится, Господи, помоги, Господи, помоги. И вдруг ему какая-то раба Божия, его помощница, одна из помощниц, говорит, «Отче, молись о полном исцелении». А человек умирает. В полном исцелении молись, чтобы он полностью вот сейчас и выздоровел. Молись. Не надо вот там помолимся, да, здравия, да, то вот молись, чтобы Господь его прям мгновенно исцелил. И так вот приостал перед выбором таким. А он человек смиренный, конечно, и он говорит, я сказал Господу, «Господи, ну я вообще не достоин, ну как я могу, я не достоин там, чтобы помолить, ну исцели его». И человек исцелел полностью, мгновенно. Господь услышал молитву. Так вот, вот это вот и мы потеряли, братья и сестры, пока здесь ходили в церковь, пока молились. Как это называется? А? Как? Смирение это называется. Это называется смирение. Вот что мы потеряли, братья и сестры. Конечно же, ничего не стоит. Очень легко сейчас мне сказать, «Господи, я не достоин, сделай то и то». Сделает Господь. А? Сделает или нет? Нет. А почему? Потому что вот этим вот органам речевым можно говорить все, что угодно. Вообще все. Я самый грешный на земле. Я самый грешный. И слава Богу за все. Можно что угодно говорить. Самое главное не, что вот это вот говорит, язык наш, враг наш. А самое главное, что говорит вот это вот место. Вот это место. И пока оно, это место, вот наше сердце, духовное, не скажет, что я самый грешник, и я не достоин, ничего не произойдет. А языком можно трепать до бесконечности и рассказывать, что чем мы, помните, раньше и занимались. Помните, когда в церковь пришли, сразу всеми обладел грех смиреннослой. Мы ходили и говорили, я самый грешный, слава Богу за все, я самый грешный, слава Богу за все. Говорили так? Да. А при этом самому грешному слово не скажи, при этом самому грешному сделаешь укор малейший, он тебя возненавидит тут же, скандалить с тобой будет. Так или нет? Скандалили? Не скандалили. Вот святой человек. Давайте сразу иконописца позовите, никогда не скандалил, никогда не обижался. Икону на стену. А остальные иконы снимите, потому что вот эти все святые скандалили. Снимите. Они скандалили, они падали, они грешили. А вы никогда. Всех снимите иконы, они достойно ради вас с вашей иконой висеть, раз вы никогда не скандалилили. Все остальные нормальные люди скандалили, конечно, ругались. И все остальные люди, конечно, обижались. Обижались? Или кто-то не обижался? Вот только говорит, ах, я самый грешный на земле, ах, я самый грешный. Говорит, да ты такой-сякой. И тут же обижаемся. Да, самый грешный обижается. Поэтому это есть грех смиреннословия, братья и сестры. Вот когда человек научится, точнее, стяжет смирение в сердце своем, и действительно будет так молиться, что Господи, я не достоин, то тогда и будут чудотворения, тогда и будут исполнения наших молитв. Смирение мы потеряли. И, знаете, вам скажу, как духовник, всего-навсего, немножко служивший в церкви, 20 лет всего, я в церкви исповедую, что в гордыне никто не исповедуется из православных людей, особенно, которые по 20, по 30 лет в церкви. Ну, где-то там среди прочих грехов. Ну, я батюшка съела яичко в пятницу, ну, я батюшка, может быть, кому-то чего-то сказала, не помню, сказал, не сказал. Ну, я батюшка, что-то там поспала на полчаса дольше, чем... А, и гордыней. Понимаете? Так не а и гордыня. Гордыня и есть наша беда и наша погибель. Только гордыня, больше ничего. Можно каяться только в одной гордыне, больше ни в чем. Господи, прийти сюда, каясь, что я гордилево, и плакать стоять, и больше ничего не надо говорить. Все, и тебе будет прощено в 50 раз больше, чем на обычную исповедь. Поэтому, братья и сестры, у сотника, благодаря тому, что он язычник, он понимает, что вот это народ, который верит в истинного Бога, а он язычник. Вот это народ живет на своей земле, радовался, а он пришел с военным сапогом, с мечом в руках и нагнул этот народ. Может быть, кого-то убило. Он понимает, я грешник какой, и язычник, и убийца, и воин, и захватчик, и оккупант. Я грешный, грешный. Ну, как Господь зайдет во мне, в мой дом? Нельзя, он же, наверное, какой-то грязь к нему прилипнет. Я грязный человек. Просто слово скажет. И вот это смирение, он себя посмирял и обратился к господу, и получил исцеление. Братья и сестры, мы так пока не умеем говорить. Наоборот, мы говорим, я хороший, я православный, я в храм хожу, я молюсь, я пащусь, я исповедуюсь. И, конечно же, закрываем этими словами для себя небо. Закрываем. И закрываем для себя Господа. Лишаем, обрываем все возможности Божьей помощи. Потому что, если сейчас уже у нас тонкое тщеславие, а в тщеславии, братья и сестры, тоже почти никто не исповедуется. Ну, так. Я, еще раз говорю, я съела что-то, я сказала что-то, я птичку обидела, я кошечке не дала там колбаску покушать. А в тщеславии никто не исповедуется. В тонком вот этом мнении. Это же страшно. Таким и тщеславным. Кому не нравится, когда его хвалят? Всем же нравится. И, братья и сестры, раз мы тщеславные, раз мы вместо того, чтобы говорить, Господи, какой лютый грешник, а Господь даже не попускает грехи, чтобы мы впали, чтобы мы в отчаянии не ударились, только сильным людям попускает падение, чтобы он действительно каялся и говорил, я язычник, я оккупант, я римский воин, я грешник, я мытарь, я блудник, я блудница. Только сильный человек может видеть свои грехи и укорять себя, и снова прилипляться ко Господу со смирением. А остальным не дано это. И вот если, допустим, представьте, у вас, у нас, ну вот кто-то болеет близкий, и мы пойдем за него, помолимся, и мгновенно он исцелит. Господь услышит молитву и исцелит, что будет с нашей душой? А? Будет. Ты все знаешь, помолчи, пожалуйста. Что будет с душой, если по нашей молитве исцелит ближний наш? Что будет? Да она и так безумна, она вообще с ума сойдет. Не подходи ко мне, у меня дар чудотворений. Я святой великий, посмотри, по моим молитвам чудеса творятся. Да разве же Господь попустит такой нашей душе горделивой, что мы с ума сбрендели еще более. Еще более не кающиеся в гордыне, не кающиеся в тщеславии, а еще в прелесть впали. А прелесть это такое заболевание, из которого фактически невозможно выйти, исцелиться. Поэтому, братья и сестры, Господь не дает нам. И дает очень медленно. Он как бы разбивает, распределяет свою помощь. Вот ты сама помолилась, не дам тебе исцеления. Вот ты попроси еще кого-то, батюшку попроси. Батюшка тоже помолился, не дам исцеления, потому что ты начнешь батюшке падать ноги и боготворить. О, великий батюшка, ты же не понимаешь, что это Господь и Саид. Еще другого батюшку проси. И в монастырь давай подавай туда, чтобы ты потерялась в этом мире и не понимала, кто исцелил. Не адресовала, не украла помощь Божию, не приписала ни себе, ни этому батюшке, ни тому, а вот все молились. Понимаете, Господь не дает дар исцеления. Поэтому давайте мы с вами будем смиряться. Как смиряться? Да, первый шаг мы, наверное, правильно делали, что говорили, я самый грешный на земле, и смиреннословили. Но это к смирению не приводит. Это первый шаг осознания, что, да, действительно я грешный. Очень внимательно надо читать молитвы, очень внимательно. В молитвах сказано, что я грешник, что я немощный, особенно в утренних, особенно в вечерних, особенно в покаянном кануне к причастию. Что еще нужно делать для смирения, братья и сестры, чтобы Господь наслышал, чтобы Он мог все-таки доверить нам этот дар, чтобы Он исполнил наши прошения? Надо, братья и сестры, принимать что? Кого? А? Волю Божию. Принимать поношающих нас. Человек, который приходит и нам говорит про нас неприятные вещи, про наши грехи, мы должны у этого человека принять. Вот тогда душа наша смиряется. Что мы еще должны сделать? Действительно волю Божию, но волю Божию в основном в скорбях. Когда Господь попускает скорби, мы должны принимать эти скорби и благодарить Бога за эти скорби. Смиряться. То есть поношение, то есть скорби, то есть болезни, то есть трудности. Смиряться с ними и приобретать смирение и дерзновение перед Богом. Возлюбленные Господи, братья и сестры, еще, конечно же, мы должны вот эту веру свою, это все вера. Без смирения нет молитвы, без смирения нет ходатайства к Богу. Но если нет веры, есть смирение, а вера у тебя слабая. Ты очень смиренный, очень совсем смирился, но вера слабая в Бога. Тогда тоже ничего не произойдет. Вера и смирение, смирение и вера. Вера умножается чем? Вера без чего мертва. Без дел. Вера без дел мертва. И вот дела веры мы должны делать. Какие дела веры? Но исполнение заповедей Христовых это и есть дела веры. Не только о том, чтобы ходить в храм, не только о том, чтобы собраться, причащаться. Везде, всюду, на каждом шагу мы должны делать дела веры. Подошел человек просить деньги у тебя, а у тебя там последние 100 рублей жалко. Ну отдай 100 рублей, и ты увидишь, что у тебя в течение этого же дня эти 100 рублей обратно вернутся в кошелек. Ну все знают, да, кто пробовал. А то и более. Для начала ровно столько же, сколько ты дал, там 130 рублей дал, 130 вернется. Господь тебе показывает, я все вижу, я тебе все верну. А потом далее, когда ты уже поймешь, что вот это от Бога, это не просто ты случайно нашел 130 рублей где-то, а вот и Господь тебе вернул, когда ты в этом укрепишься, утвердишься, Господь знает наши мысли. Он уже дает, ты 130 рублей дал, а у тебя 260. Ты 260 рублей отдал, у тебя 520 и так далее. То есть по возрастающей. Человек богатеет, тем больше он становится благотворительным. Вот это вот и есть умножение веры. Вот же я Богу служу и Бог мне помогает. А то же самое с оскорблением. Оскорбил тебя человек, ну тяжело, больно, ты можешь обидеться, можешь возненавидеть, но ты знаешь, что Богу это не угодно. Ну зачем я буду мучиться и мучить Господа вот этой обидой. Ну постарайся простить, падаю на колени, молюсь за этого человека, за всех все, чтоб в сердце не было никакой обиды. И побеждаешь это, и думаешь, о, действительно, слушай, как хорошо, я обошелся без обиды к этому человеку и жизнь прекрасна осталась, я стал счастливым, остался счастливым. Я не мучаюсь от боли и скорби. И это тоже дело Божие. Ну и конечно в храм ходить, ну и конечно причащаться, ну и конечно исповедоваться, но исповедоваться с подготовкой хорошей, чтобы много грехов не просто формализовать, вот пришел, что-то сказал и пошел причащаться, а подготовился, снял много грехов с души, и душа расцвела, и сердце очистилось, и мир прекрасен, это тоже дело веры. И молитвы утренние, вечерние, это тоже дело веры. Когда ты устал и хочешь спать, и можешь просто лечь в кровать, и никто тебя по голове за это не ударит, собственно говоря, но ты становишься, ты берешь молитвословие, начинаешь его читать, молитвы. И душа наполняется силой, благодатью, хочется еще, еще молиться. Куда делась усталость, ее нету. И это тоже дело веры. Дело сделано, вера умножается. То есть да, веришь Господу, да, нужно читать молитвы, да, нужно подавать милостыню, да, нужно строить храмы, да, нужно причащаться и молиться, и исповедоваться. Все это дает мне силу, дает мне радость, обогащает меня и духовное, материальное, физически. Вот что умножает нашу веру. И при этом смирение, братья и сестры, обратите внимание на гордыню. Прощать все обиды, прощать все укорения, и каяться в этой лютой страсти гордыни. Ну и в своеволии, тоже в которой мы не каемся, ну и в тщеславии заодно, в которой мы тоже не каемся, и в самосторожность страсти, в которых мы не каемся почти никогда, или где-то в серединке. Помоги нам, Господи. Дар чудотворения, он прям нам дан каждому, но Господь его сдерживает, не дает, потому что мы горделивы и тщеславны, и с ума сойдем от гордыни, если будут исполнять наши молитвы. Поэтому будем смиряться, умножать веру, и по нашим молитвам Господь управит и исцеление нашим ближним, и победу нашей стране в страшной битве, в которой она сейчас находится, и помощь всем, знаем и не знаем, и воинству, и властям нашим, и счастье, и радость, и любовь, и жизнь вечную, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу годившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok